Музыка Ярко, музыкально, с позитивным настроем. Каждый год торжественная церемония вручения премии работникам культуры проходит в особенной праздничной атмосфере. В этом году свою награду в сфере культуры и искусства Законодательное собрание Челябинской области вручают уже в 20-й раз. Не секрет, что творческие коллективы Челябинской области известны далеко за пределами Южного Урала. Сама Челябинская область стала уже такой традиционной площадкой для проведения общероссийских и мировых конкурсов, фестивалей, форумов, творческой интеллигенции. Я хочу сказать, что депутаты Законодательного собрания вместе с командой губернатора уделяют пристарное внимание этой сфере. Премия призуждается за добросовестный, безупречный труд и высокое профессиональное мастерство. По инициативе депутатов Законодательного собрания с 2020 года количество человек, которые могут получить премию, увеличено с 50 до 60 лауреатов. Наша культура, российская культура, она всегда ассоциировалась, ассоциируется с высокой духовностью, с моральными традиционными ценностями, с травственно-этическими ценностями. Поэтому вам новых, больших творческих успехов, новых достижений. Радуйте нас своим творчеством и будьте счастливы с праздником вас, дорогие друзья. За время существования награды ее получили более тысячи работников культуры. Помимо денежной премии, каждому лауреату вручается медаль, нагрудный знак и удостоверение. В этом году награды за СО удостоены и двое копейчан. Премия вручается Кожевниковой Наталье Владимировне, преподавателю детской школы искусств номер 2 города Копейска. Наталья Владимировна является заведующей художественным отделением школы, преподавателем высшей квалификационной категории. В качестве художника принимают участие в различных проектах и выставках. Наталья Владимировна пользуется заслуженным авторитетом у коллег, учащихся и, конечно же, их родителей. Также премию законодательного собрания получил Владимир Дубровский, руководитель театральной студии «Ди-шоу» Дома культуры имени Маяковского.